Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня мы рады видеть вас на нашем шестом уроке первой части «Французский язык. Водно-коррективный курс». Мне хотелось бы вкратце напомнить, чем мы с вами занимались на наших предыдущих пяти уроках. Напомню, что наш курс предназначен в первую очередь для тех, кто никогда не изучал французский язык. И поэтому мы начали с самого начала. Мы познакомили вас с системой гласных в французском языке. И, собственно, о них мы сегодня и продолжаем нашу речь. Мы с вами говорили о том, что во французском языке 17 гласных звуков. Это почти в три раза больше, чем в русском языке. Поэтому система гласных звуков представляет особую сложность для изучающих французский язык русскоговорящих. Мы с вами говорили о том, что гласные звуки французского языка разделяются по следующим параметрам. Они бывают передние и задние, открытые и закрытые, неокругленные и округленные, чистые и носовые. Мы с вами на прошлых наших занятиях приступили к изучению таких гласных французского языка, которых в русском языке, в общем-то, не все из них встречаются. Это так называемые гласные переднего ряда. Мы с вами говорили о двух гласных. Гласный А. И вы знаете, что аналог этому гласному звуку в русском языке существует. И мы с вами говорили о звуке Е. Об открытом звуке Е. А сегодня мы с вами будем говорить также о гласном звуке Е. Но в этом случае это звук закрытый. Потом мы с вами, как обычно, посмотрим, как обозначается на письме звук Е. Мы с вами узнаем, какие существуют исключения из общего правила. Мы с вами изучим некоторое количество существительных, предлагательных и глаголов, в состав которых входит этот звук. Затем мы на примере предложений вспомним, что такое ритмическая группа. Об этом мы с вами говорили также на наших предыдущих занятиях. Мы вспомним с вами, что такое связывание во французском языке. Мы с вами говорили, что во французском языке связывание бывает трех типов. Обязательное, запрещенное и факультативное. А когда мы с вами будем читать мини-тексты на французском языке, мы вспомним с вами и то, что такое сцепление. Вот вкратце план нашего сегодняшнего занятия. А приступим мы с вами к его, к нему, как обычно, сведение нового гласного звука. И это гласный Е. И сегодня, как обычно, Владимир Николаевич познакомит нас с артикуляцией этого звука, который, с одной стороны, как я уже сказала, имеет некие сходства со звуком Е в русском языке, но и имеет весьма принципиальные отличия. Спасибо. Вот, как уже сказала Мария Борисовна, мы начнем с вами наш сегодняшний телевизионный урок с тренировки очередного гласного звука французского языка. И это будет гласный переднего. Ряда закрытый гласный И. Давайте посмотрим на слайд. Напомню вам, что при представлении звуков, вот в квадратных скобочках, мы даем транскрипцию, так как она принята в современных двуязычных, либо одноязычных словарях, во французско-русских, либо в одноязычных, собственно, французских тезаурусах. Итак, вот таким образом обозначается этот звук, закрытый звук переднего ряда французского языка. Не нужно бояться терминов, открытый, закрытый звук. На самом деле за этими терминами стоит зачастую достаточно простая вещь. Вот эти термины, они как бы напоминают вам, начинающим изучать французский язык, что лежит в основе произношения данного звука, что лежит в основе артикуляции данного звука. Если звук открытый, то понятно, что рот нужно широко раскрыть. И, например, при артикуляции открытого Э требуется широко открытый рот. А если мы говорим о том, что гласный закрытый, то понятно, что сам термин обозначает другой принцип артикуляции. Проще говоря, не нужно широко раскрывать рот, а наоборот, раствор рта должен быть минимальным. И губы при артикуляции закрытых звуков в большей степени участвуют, нежели при артикуляции открытых звуков. То есть губы активно участвуют в произнесении звука, потому что при малом растворе рта, естественно, нужно каким-то образом подчеркнуть вот эту закрытость. И гласный Эй переднего ряда закрытый Эй и характеризуется тем, что при минимальном растворе рта губы растягиваются, и мы получаем искомый звук. Передний закрытый гласный Эй. И еще одно напоминание, как правильно говорить по-французски. Кончик языка обязательно должен упираться в передние и нижние зубы. Вот если вы будете помнить об этих несложных правилах артикуляции... Итак, первое правило, напомню. Кончик языка при артикуляции звуков французского языка должен упираться в передние и нижние зубы. И второе правило, которое касается гласных, которые мы с вами тренируем в этом цикле телевизионных уроков, которые характеризуются параметрами открытый и закрытый гласный. Соответственно, еще раз напоминаю, за этими терминами стоят очень простые артикуляционные приемы. Если мы говорим об открытом гласном, значит, рот должен быть максимально широко раскрыт. Если мы говорим о закрытом гласном, значит, рот должен быть прикрыт, и в артикуляции в основном участвуют губы. Вот сравните два звука. Открытый Э и закрытый Эй. Собственно, закрытый Эй мы и будем сегодня тренировать. Ну, а поскольку мы отталкиваемся, как вы уже заметили в наших занятиях, постоянно от русского языка, то есть мы постоянно проводим некие аналогии, чтобы было проще освоить и звуковой состав французского языка, и лексический, то есть словарный запас французского языка. Поэтому мы прибегаем к переводу, особенно вот начиная с этого урока, когда вот таких небольших фраз мы перейдем уже к мини-текстам. И на этом уровне, естественно, словарный запас начинает расширяться достаточно быстро. Поэтому нужно будет осваиваться и в структуре современного французского языка. Это касается рода, имен существительных, например. Это касается и то, как прилагательные французского языка реагируют на родовую принадлежность, имен существительных. Это касается и глаголов. Сегодня поговорим о глаголах так называемого первого, споряжения первой группы. Вот все это предполагает, что мы не можем полностью отойти от родного русского языка, и мы должны как бы осваивать французский язык в контрасте с русским языком. Это касается вот всех уровней, как я уже сказал, и уровня звуков, и уровня словарного запаса, и уровня грамматики. Вот что касается звукового уровня французского языка, но поскольку мы первый фрагмент нашего занятия посвятили фонетике, то, соответственно, могу обратить ваше внимание на то, чтобы было проще осваиваться с этими звуками. Что в русском языке у нас тоже есть похожие звуки, с похожей артикуляцией. Если вы произнесете, как бы, серию слов, например, цель, дети, цепи, ели, сети, то вы почувствуете, как произносится вот этот звук и в русском языке. Вот еще раз послушайте серию слов. Сети, дети, ели, цели, цепи. И произнесите сначала вслух эту серию слов и попытайтесь ощутить, как произносится, как звучит вот этот звук и в составе русского языка. А потом попробуйте, вычленив этот звук, потренировать его отдельно, и вы в конечном итоге получите искомый эффект. Только не нужно забывать две вещи. Еще раз напоминаю, кончик языка должен упираться в передние и нижние зубы, и губы при артикуляции звука «эй», который мы с вами сегодня тренируем, должны быть напряжены. Вообще, напомню также, что артикуляция французского языка, она более активна, более напряжена, нежели мы привыкли к артикуляции в родном русском языке. В русском языке артикуляция большинства звуков носит несколько плавный, такой смазанный характер. Вот так я мог бы это определить. Итак, теперь мы переходим к следующему фрагменту нашего с вами занятия, и, соответственно, нам нужно теперь будет посмотреть, а как читается в разных позициях этот звук. То есть мы опять обращаемся к такой схеме от звука к букве, поскольку, в общем-то, мы решаем, напомню, в нашем телевизионном курсе не только одну единственную задачу, вот овладеть навыками произношения. Но мы должны научиться и читать по-французски, и в конечном итоге мы должны заложить базу умения, навыка и устной речи, навыка общения. Ну, а без чтения, естественно, мы полноценно общаться не можем. Поэтому освоение звука французского языка – это только первый, достаточно важный, но первый шаг на пути в овладении французским языком. Следующий шаг, который мы с вами сейчас сделаем, это шаг, который, условно, можно назвать от звука к букве. И нам нужно понять, в каких позициях в слове, в каких случаях та или иная графема читается как долгое, закрытое «и». Итак, с какой позиции мы начнем в этот раз? Мы, как обычно, будем говорить о том, как обозначается на письме этот закрытый звук, гласный звук «э». Посмотрите, пожалуйста, на экраны. Сейчас на них появится обозначение, буква обозначения этого звука. Как вы сейчас видите, на экране представлен целый ряд буквообозначений этого звука. Ну, конечно, прежде всего, этот звук обозначается в позиции, например, вот конца слова, так называемый «э» оксанды гюл. Как, например, в слове «ля фэй». Вы видите, что звук здесь передается на письме определенным значком, орфографическим значком. Мы об этом с вами говорили, что во французском языке достаточно много, а если быть точнее, то целых шесть орфографических знаков, которые передают звуку определенное звучание. Вот, как в данном случае, вот этот орфографический значок наверху буквы «э» оксанды гюл, который употребляется для обозначения закрытого звука «э». Но это, как вы видели, схема, не единственный способ обозначения этого звука на письме. Этот звук обозначается сочетанием «э» и «э» на конце французских глаголов. Вы видите перед собой вот типичный французский глагол «репетей». Вы видите, что он оканчивается, это, конечно, начальная форма, инфинитивная форма, на как раз-таки буквы сочетания «э», 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 который и читается как звук, закрытый звук «э». «Репетей». Далее, и, конечно, вы видите, что это позиция конца слова. Также на конце слова этот звук обозначается через такие звуки французского языка, как «э», «зэд», на конце слова, в существительных, как в данном случае «не», «нос». Или в повелительном наклонении, это форма повелительного наклонения «иди», глагола, французского глагола «идите». «Марше». Еще один способ обозначения, напомню, это конец слова. Также во французском языке этот звук, звук «э», закрытый, еще раз повторю, о нем мы сегодня с вами говорим, обозначается при помощи букв «э», «эс», в односложных словах. Вы видите, что в большинстве слов это так называемые служебные, в большинстве случаев это служебные слова, например, «лей», «дэй», «но», также это и местоимения, и указательные местоимения, относительные местоимения, вот как в ниже приведенных случаях, «мэ», «тэ», «сэ», «сэй». Вы видите, что вот таким образом во французском языке обозначается закрытый слог. Но есть еще два случая. Это через буква обозначения «э», «тэй», в данном случае это союз в предложении, союз соединительный, союз «и». И вот как раз-таки это тот самый случай обязательного связывания, о котором мы с вами говорили на наших предыдущих занятиях. И поэтому он как бы проглатывается. На самом деле вы видите, что конец имени должен, в общем-то, был бы читаться как «анне», поскольку «э» на конце французских слов не читается, но поскольку здесь имеет место так называемое обязательное связывание, то конец слова как бы сливается с союзом, и получается вот такая одна ритмическая группа «анне», «анне», «дэй». Об этом мы тоже с вами говорили на наших предыдущих занятиях. Мы с вами говорили, что обязательное связывание возможно только внутри ритмической группы. И последний случай обозначения закрытого «э» на письме во французском языке – это еще одно букво-сочетание, в данном случае сочетание гласных букв, такие гласные как «а», «и», также обозначают на письме вот этот вот закрытый звук «э». В словах, например, «ге», «кей», «же», «же», «ве», «же», «се». Вот вкратце такой небольшой обзор того, как в французском языке обозначается на письме закрытый звук «э». Это достаточно важно знать, поскольку, как мы уже с вами говорили на наших предыдущих занятиях, французская орфографическая система основана на традиции. Это значит, что не все буквы, которые имеются на слове, которые пишутся, они произносятся и превращаются, соответственно, в звуки. Ну вот еще раз вспомним, как же во французском языке обозначается на письме звук «э». Напомню, что это закрытый звук, краткий закрытый звук. Да, давайте еще раз посмотрим на нашу общую схему, и я вам вкратце еще раз напомню по этой схеме, какие способы в орфографии современного французского языка существуют для передачи на письме закрытого, долгого и гласного. Еще раз хочу напомнить, что во французском языке господствует так называемый исторический принцип в орфографии. Это означает, что в достаточно длительное время орфография не следует за изменяющимися произносительными навыками. Она очень и очень консервативна на протяжении столетий. Орфография не меняется. Она как бы законсервирована. В отличие от живого французского языка, который меняется достаточно быстро, и французский язык даже начала XX века очень и очень отличается от того французского языка, который мы можем слышать сейчас, не говоря уже о веке XIX и тем более веке XVIII. Вот звуковой, устный язык, устная форма существования языка, она более подвижна, более мобильна, более подвержена различным влияниям, изменяется быстро от поколения к поколению. А вот орфография, кодифицированная французской академией, к сожалению, за этими всеми изменениями не поспевает. Вот отсюда и происходит такой значительный разрыв между устной формой существования современного французского языка и письменной формой его сегодняшнего существования. Эта проблема касается не только, собственно, иностранцев, которые учат французский язык. С этой же проблемой, как вы понимаете, сталкивается любой француз, начиная со школьного периода, когда осознает, что на письме французский язык выглядит несколько иначе, нежели он привык к тому, как это говорится. Так что это не только, как бы, и не столько ваша проблема, это, как начинающих изучать французский язык, это как бы глобальная проблема французской культуры, французской цивилизации. Ну, давайте вернемся к нашей табличке и напомню, какие способы в орфографии существуют для передачи гласного «и». Во-первых, это графическое обозначение, которое принято называть с этим диакритическим значком, акцент и «гю», например, в слове «ля феи». В конце слова – это в основном глаголы, глаголы первой группы, которые заканчиваются на «р», например, глагол «репети», «целебре». С этими глаголами мы сегодня столкнемся в микротексте. В конце слова вот эта буква «сочетание» тоже читается как «и», например, в словах «ны», существительное, «нос». Служебные слова, например, артикли, местоимения, типа «ли», «ми», «ты», «сы». Союз «и» читается как «и», и, наконец, вот в конце слова буква «сочетание» «а», «и» тоже читается как закрытый гласный «и» в словах «и», «веселый», «ки», «набережная». Либо в таких синтагмах, как «жи», «я имею», «сэ», «я знаю», «жи», «вы», «я иду». Я думаю, что наш фрагмент занятия, посвященный тренировке гласного звука, мы можем на этом завершить и предложить нашим слушателям перейти теперь к следующему фрагменту, а именно потренировать этот звук уже не изолированно, а в составе слов, словосочетаний, синтагм, и затем на этой базе мы получим возможность перейти уже к чтению микротекста. Да, мы сказали нашим слушателям о том, что существуют общие правила, что вот звук «э», закрытый звук «э» передается на письме такими буквами и буквосочетаниями, как «э», 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 «з», «э», 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 «я», «и». Но есть исключения. И вот как раз-таки эти исключения мы, наверное, должны были бы сейчас посмотреть. Это инверсия. Вот сейчас на экране мы видим пример, когда при инверсии буква сочетания «а» и «i» Читается как открытый, не как закрытый, а, собственно говоря, как открытый звук «э», с которым мы с вами познакомились на нашем предыдущем занятии, на пятом занятии. В этом случае, посмотрите, пожалуйста, инверсия дает нам совершенно другой звук. Во-первых, меняется долгота звука, а во-вторых, и качество. «Эж», «вэж». Вот тоже на это нужно будет обратить, безусловно, в данном случае это, может быть, не столь важно, поскольку все-таки это водно-коррективный курс, и мы с вами говорим про фонетику французского языка в основном, и, говоря про фонетику, мы с вами берем во внимание все те явления, которые так или иначе нам встречаются. Безусловно, инверсия – это особое грамматическое явление, когда сказуемое стоит перед подлежащим, и оно заслуживает более внимательного рассмотрения. И в нашем грамматическом курсе мы, безусловно, посвятим достаточно большое время инверсии в французском языке, потому что она очень важна именно для этого языка. Но, тем не менее, чтобы наши слушатели не удивлялись, что существует также исключение, и мы просто их должны были просто назвать. А сейчас мы с вами будем говорить про гласный звук «эя». И, как обычно, мы познакомим наших слушателей с теми словами французского языка, которые им будут встречаться очень часто. То есть такие общепотребительные французские слова, которые в своем составе имеют этот гласный звук «эя». Ну, наверное, даже если наши слушатели сейчас посмотрят на экран, то некоторые слова не требуют перевода. Ну, например, такие слова как «фе», «ля фе», «ля хмеи», «ля телеи», «ле бебеи». А вы видите, что это все существительные, существительные женского рода, за исключением последнего слова, поэтому артикль определенно меняется. «ля фе», «ля хмеи», «ля телеи», «ле бебеи». Давайте послушаем еще, как звучат эти слова. И, конечно, напомним нашим слушателям о том еще раз, что слова необходимо заносить в словарик, смотреть их значения и заучивать, поскольку мы с вами будем вскоре читать уже не менее тексты, такие вполне достойные тексты на французском языке. И, к сожалению, эфирное время у нас ограничено, мы не сможем давать комментарий каждому отдельному слову. Давайте вот еще раз посмотрим эти слова и послушаем, как они звучат. Да, напомню, что мы с вами тренируем долгий закрытый гласный «и». Вот примеры для тренировки. «Фе», «арни», «телей», «бебеи». И следующая серия. Слов. Это тоже существительные, как вы видите, у них обозначен «род». А это делается только при существительных. Тоже слова, которые, в общем-то, нашим слушателям, даже не учившим французский язык, знакомы, поскольку очень многие слова, а вот в этом случае все слова, как бы вошли в русский язык. «Алэй», «хазерв», «бэрэй», «деба». Напомним, что на конце слова во французском языке они читают согласная буква «э», согласная буква «тэ» и согласные буквы «тээйс». Еще раз послушаем, как звучат эти слова, а о значении, я думаю, о значении этих слов наши слушатели догадаются без нашей помощи. «Алэй», «резерв», «бэрэй», «деба». Следующая группа прилагательных. Понятно, что в нашей реальной жизни мы с вами не пользуемся только существительными, мы связываем существительные с прилагательными, с глаголами, и в результате получаем синтагмы, которые иногда совпадают с предложениями, а иногда с предложениями не совпадают. Вот группа прилагательных, тоже очень часто используемых во французском языке, и более того, по внешней форме, по их звучанию, можно догадаться о их значении. Напомню, что через запятую указывается форма женского рода, прилагательного, если она отличается от формы мужского рода. Вот, например, во втором и в шестом случаях у нас не указаны формы женского рода, то это означает, что форма общая. Давайте еще раз послушаем, как звучат эти прилагательные. И, конечно, сегодня мы не могли обойтись без французских глаголов. Во-первых, как бы наше занятие сегодня уже шестое, это значит, что мы имеем некоторый запас французской лексики, и более того, гласный звук «э», закрытый гласный звук «э» встречается на конце глаголов в инфинитивной форме, вот как, например, вы сейчас увидите на экране. Опять это глаголы, часто встречающиеся глаголы французского языка, и, конечно же, они имеют соответствие в русском языке, которые совпадают по форме. В какой-то степени наши слушатели находятся в таком привилегированном положении, потому что очень многие слова оказываются им знакомыми. А все это от того, что в русском языке очень много французских заимствований. И вспомним хотя бы XIX век, когда французский язык был распространен наряду с русским, а может быть, даже в некоторых слоях общества и более привычным был, чем русский язык. Ну, давайте послушаем, как звучат эти глаголы еще раз, и потренируемся в их произношении. Ещё раз напомним нашим слушателям, что слова необходимо выписывать и необходимо заучивать. А теперь мы потренируем этот гласный звук уже не в отдельных словах, не в существительных, прилагательных или отдельных глаголах, а в предложении. Но вспомним здесь о том, как звучат предложения во французском языке. В частности, сейчас нам встретятся предложения восклицательные, и вот как в этом случае повествовательные предложения. А мы помним с вами, что интонация повествовательного предложения во французском языке имеет ударение на последнем слоге каждой ритмической группы, сопровождается повышением тона. А на последнем слоге предложения происходит понижение голосового тона. На наших предыдущих занятиях мы назвали такой способ интонации лесенкой, то есть идёт повышение, а потом понижение интонации. Давайте послушаем, как звучит предложение, которое вы видите на экране. Ля-ле-э-бэлле. Ля-ле-э-бэлле. Несколько усложним данное предложение. Введём ещё одно слово. В данном случае это указательное местоимение. Сет-а-ле-э-бэлле. Сет-а-ле-э-бэлле. Введём ещё одно распространение. Сет-а-ле-э-т-хэ-бэлле. Сет-а-ле-э-т-хэ-бэлле. Вы видите варианты этого предложения, когда вместо существительного используется местоимение. Эль-э-э-бэлле. Эль-э-т-хэ-бэлле. Эль-э-т-хэ-бэлле. Следующее предложение представляет собой восклицательное предложение. Это значит, что движение тона начинается на верхней ноте, а на последнем слоге происходит понижение голосового тона. Кэл-э-бэлле. Кэл-э-бэлле. Теперь потренируем вновь повествовательное предложение. Ля-маль-э-лэ-жэ-р. Ля-маль-э-лэ-жэ-р. Усложним данное предложение. Введем указательное местоимение в форме женского рода. Сэ-т-маль-э-лэ-жэ-р. Сэ-т-маль-э-лэ-жэ-р. Еще распространим в группу сказуемого. Сэ-т-маль-э-т-хэ-лэ-жэ-р. Сэ-т-маль-э-т-хэ-лэ-жэ-р. Преобразуем предложение. Вместо существительного поставим местоимение. Форма «эль» вместо имения «анна». Элэ-э-т-хэ-лэ-жэ-р. Элэ-т-хэ-лэ-жэ-р. А теперь удивимся. Кэлэ-лэ-лэ-жэ-р. Кэлэ-лэ-лэ-жэ-р. Таким образом мы с вами потренировали повествовательное и восклицательное предложение французского языка. И мы с вами сейчас можем перейти к следующему нашему упражнению. Это упражнение, которое призвано увеличить ваш лексический запас. На прошлом занятии мы выполняли такого рода упражнение. Это словосочетание с глаголом «быть», как вы видите сейчас на вашем экране. Так же, как и в русском языке, сказуемое в французском языке может быть выражено глаголом «связкой» плюс «прилагательным». Вот как в данном случае. Давайте посмотрим, что это за словосочетание. «Болеть» в русском языке чаще используется форма глагола. «Быть приятным». «Быть знаменитым». «Быть хрупким». «Быть благоразумным». Давайте еще послушаем, как звучат эти словосочетания по-французски. Выпишем их в отдельную тетрадку и выучим. «Этер малад», «этер акреабль», «этер целебр», «этер фрэль», «этер саж». И вот следующую серию устойчивых словосочетаний, которая состоит из глагола «этер» со значением «быть» и «прилагательного» вы видите на слайде. Это такие устойчивые словосочетания, которые функционируют в языке, в устной речи, как неразложимые единицы, которыми можно оперировать. Ну, например, «этер респектабль», «этер прэ», «этер прэссэ», «этер прав», «этер красэ». Особого внимания здесь заслуживает словосочетание «быть готовым», «этер прэ», если речь идет о мужском роде, и «этер прэт», если речь идет о женском роде. А вот мы с вами говорили уже, что существуют так называемые формы женского рода прилагательных, формы мужского рода. И вот сейчас мы с вами наглядно это видим. Форма мужского рода прилагательного готовой «прэ» по законам французского языка на конце слова «тэ» не читается. Но после того, как форма женского рода пишется с так называемым нечитаемым, непроизносимым «э» на конце, «тэ» начинает звучать, и форма приобретает звучание «прэд». То же самое можно сказать о других формах, которые мы с вами встречали. Они меняются только на письме. Вот как в случае, если вы сейчас посмотрите на экран, в случае, например, «кассей» сломанный или «прэсэ» торопливый. Не меняется произношение данного слова, но меняется его орфография. Тоже вот особенность французского языка. На письме фиксируется род, а в речи как бы остается то же самое произношение. И, конечно же, наш заключительный момент – это чтение небольшого текста, так называемого мини-текста. Посмотрим, что за текст у нас сегодня. Здесь важно обратить внимание на такие вещи, характерные для французского языка, как интонация, о ней мы сегодня уже с вами говорили, и обязательное связывание. Вот группа слов «ва-аб-рест» в французском языке требует обязательного связывания, произносится слитно «ва-аб-рест», то есть предлог «а», предлог направления, не выделяется отдельно «ва-аб-рест». Здесь, наверное, нужно сказать о том, что в французском языке, так же как и в русском языке, встречаются такие вот ласковые слова, домашние прозвища, как в данном случае «пепе» и «меме». «меме», «дедушка» и «бабушка». Это тоже стоит обратить внимание, поскольку это характерно для французского языка. «La fête, c'est sacré». Все слова, наверное, знакомы. Мы сегодня с вами выучили новое слово «la fête», праздник, и мы с вами знаем слово «sacré». Наши слушатели, наверное, без труда догадаются, что это такое. Напомним, что на конце слов французские... На конце французские согласные не озвончаются и не оглушаются, а произносятся так, как того требует их звучание. Пепе и Меми. Пепе и Меми. «Ла мэр и Сэрдж». «Ла мэр и Сэрдж». «Элэд Сэрдж мэр и слэрдж е прépар ее латабли». «Элэд Сэрдж ej препар ее латабли». Пусть уговорили. Мер, я люблю салат. Рескалька, пребрать в крыпе. Мер, покупайте листочки и лук. Пепе préfère acheter des bananes et des éclairs. Вот такой маленький текст, который мы с вами прочли про молодого человека по имени Серж. А теперь у нас, в общем-то, остается время только напомнить нашим слушателям, что им следует сделать дома. А это, как обычно, повторить все то, что мы с вами говорили на сегодняшнем нашем уроке. И, наверное, стоит посоветовать им заучить этот маленький текст про молодого человека по имени Серж. Если какие-то слова все-таки остались непонятными, их посмотреть в словаре. И, наверное, попытаться, может быть, составить аналогичные маленькие мини-тексты, основываясь на этом вот таком рабочем учебном тексте. До свидания. До следующего урока. До свидания. До свидания.